Добрый день, уважаемые коллеги! Отвечая на вопрос, нужна ли одевантная терапия для меланомы ранних стадий, конечно, сразу надо сказать, что она нужна. И в этом плане меланома всё-таки отличается от многих других локачественных опухолей, для которых мы формам запущенной диагностики в большинстве случаев относим метастатические формы болезни, будь то метастазы в регионарных лимфоузлах или развитие отдалённых метастазов. Но вот, соответственно, априори все локальные формы заболевания считаются своевременно диагностированными. Для меланомы мы понимаем, конечно, что это не так, и Игорь Вячеславович уже говорил об этом, что локальная меланома – это прогностически очень гетерогенная группа заболеваний, и, наверное, действительно о ранней диагностике и о ранних стадиях мы можем говорить для, по сути дела, только для первичных опухолей, толщина которых не превышает 1 мм. Уже для второй А стадии мы видим, что прогноз для этой стадии, в принципе, не лучше, чем для пациентов с наличием регионарных метастазов, в частности, третья А стадия. Хотя, конечно, это из регионарных стадий, это стадия с самым благоприятным прогнозом. Если мы возьмём прогностически самую неблагоприятную локальную меланому, вторая А стадия, а это всего лишь толщина первичной опухоли больше 4 мм и наличие изъязвления, то прогноз мы видим уже не лучше, чем при клинически определяемых метастазах в регионарных лимфоузлах. При этом, даже говоря о ранних стадиях и оценивая их как прогностически благоприятные, мы должны помнить о таком парадоксе ранних стадий или меланомы низкого риска. Несколько исследований, проведённых и в Австралии, и в Соединённых Штатах Америки, показали, что, во-первых, что пациенты с ранними стадиями, а именно Т1 и Т2, 1-2 мм, представляют собой наиболее обширную группу пациентов с ранними стадиями на момент установления диагноза. И, в принципе, пятилетняя выживаемость у этих пациентов достаточно хорошая. Но посмотрите, за счёт вот такой распространённости именно эти пациенты как минимум больше, чем даёт, вернее, в будущем ответственны более чем за половину смертей от меланомы кожи. Поэтому, соответственно, встаёт вопрос о том, что и эти пациенты также должны, могут, вернее, рассматриваться в качестве кандидатов для проведения адювантной терапии. Насколько для нашей страны это актуально, мы видим даже по данным нашей статистики. Сегодня, в чём мы понимаем, что есть определённая критика. Вот мы до сих пор всё ещё встречаемся иногда с тем, что морфологи нам не дают толщину опухоли. Поэтому, насколько, вот скажем, цифрам статистики можно реально доверять. Ну, есть определённый процент погрешности. Но, в принципе, для нашей страны на долю пациентов с условно ранними стадиями и с ранними стадиями на них приходится максимальное количество пациентов. Смотрите, каждый год почти 9 тысяч пациентов выявляется меланома на первой и второй стадии. И эти стадии, в общем, должны в том числе рассматриваться как эти пациенты, как кандидаты для проведения адювантной терапии. Ну, до 2018 года, в общем, наши возможности проведения адювантной терапии меланомы были достаточно ограниченными. И, по сути дела, это были только препараты рекомбинантного интерферона. Альтернатива была это наблюдение и клинические исследования. Но тоже мы хорошо понимаем, что минимальное количество пациентов и тогда, и сейчас вовлекается в эти клинические исследования. Сегодня ситуация изменилась. У нас действительно появились новые эффективные возможности использования в адювантных режимах меланомы. Но, насколько мы знаем, пока в качестве пациентов, где возможно назначение этих новых препаратов, являются пациенты только с регионарной формой болезни и пациенты с резицированными отдалёнными метастазами. Насколько плохо интерферон? Да, мы много уже критики в его адрес и видели, и сами регулярно, так сказать, критикуем этот препарат. Хотя, на самом деле, вообще все биологические эффекты интерферона, они, собственно говоря, предположительно наводили нас на мысль о том, что этот препарат должен работать. У него, ну, во-первых, у него у самого есть противоопухолевая активность, у него есть и иммуномодулирующий эффект на опухоль. Всё то, что сегодня нам, в общем-то, мы воспринимаем как очень позитивный. И, скажем, увеличение экспрессии главного комплекса гистосовместимости, движение активности регуляторных Т-клеток и, там, скажем, усиление презентации опухолев-антигенов. То есть, казалось бы, биологические эффекты интерферона должны были проявиться вот в его возможности снижать риск прогрессирования меланомы. Огромное количество исследований были проведены с использованием интерферона. И, действительно, мы видим, что, в общем, результаты достаточно противоречивые, потому что были исследования, которые реально показали снижение риска прогрессирования на фоне терапии интерфероном. Да, они были. Это были и исследования с высокими дозами интерферона, были и исследования с низкими дозами интерферона, которые тоже показали нам статистически значимое снижение риска прогрессирования заболевания. К сожалению, практически во всех этих исследованиях эффект на общую выживаемость не был зарегистрирован. И, кроме того, нежелательные явления, конечно, мы учитываем их, когда говорим о том, что пациенты получают профилактическое лечение, пациенты не имеют реальной болезни. Мы пытаемся, скажем, не дать болезни дальше развиваться, и качество жизни пациентов на фоне адювантной терапии очень и очень важно. Ну, на самом деле, если мы посмотрим на цифры токсичности, особенно уже сегодня, зная о особенностях переносимости таргетных препаратов, иммуно-онкологических препаратов, они сегодня не так нас пугают, но, тем не менее, тот факт, что примерно у четверти пациентов на фоне проведения терапии интерфероном испытывает выраженную слабость, у 40% пациентов на высоких дозах интерферона развивается депрессия клинически значимая и целый ряд других нежелательных явлений, также рассматривались как такие элементы критики терапии. Тоже стало понятно, что интерферон не у всех пациентов работает, и проводились попытки все-таки выделить ту группу пациентов, которая может ответить на эту терапию. И здесь тоже не все так очевидно, скажем. Один из достаточно крупных ретроспективных анализов показал, что изъявление первичной опухоли для пациентов с локальной стадией и микропоражение регионарных лимфоузлов, вот эти категории пациентов действительно на фоне проведения терапии интерферонами удается влиять на статистически значимом уровне и на безрецидивную выживаемость, и на выживаемость без отдаленных метастазов, и на общую выживаемость. Некоторые другие исследования с интерферонами этих данных не подтвердили. То есть понятно, что, конечно, нам нужны для пациентов с локальной меланомой другие возможности, но на сегодняшний день все-таки пока мы для пациентов второй стадии предложить ничего не можем. Но потенциально мы, конечно, очень впечатлены теми результатами, которые продемонстрировали и таргетные препараты, иммуно-онкологические препараты для меланомы третьей стадии. Можно ли ожидать, что эти препараты, скажем, в будущем получат свое место и для использования у пациентов с локальными формами заболевания? В принципе, такие данные у нас уже сегодня есть. Например, известное нам исследование БРИМ, хотя результаты его были оценены как негативные, но именно для пациентов со второй стадии как раз-таки видно, что вимуруфениб обладал преимуществами по сравнению с плацебо. На общей популяции пациентов это не сказалось, поэтому результаты его были оценены как негативные. Но вот в этой отдельной когорте пациентов мы увидели достаточно выраженное снижение риска прогрессирования заболевания на фоне вимуруфенибом. Другое исследование с пембролизумабом показывает нам, что для всех прогностических подстадий в третьей стадии, включая и самую раннюю 3А, пембролизумаб был эффективен. И вот это тоже снижение риска прогрессирования, оно для этой самой ранней стадии, оно было даже более выражено, чем для стадий продвинутых. Сегодня все больше и больше экспертов считают, что фокус в одевантной терапии надо несколько перенаправить и перенаправить именно на новое направление – ранняя одевантная терапия. Это та терапия, которая проводится пациентом после удаления первичной опухоли. И в принципе она не должна уже сегодня ограничиваться только второй стадии, но и первая стадия может рассматриваться как… Пациенты с первой стадии могут рассматриваться как кандидаты для проведения одевантной терапии. Есть… Именно в этой ситуации мы действительно можем говорить о… Задача – это предотвратить или минимизировать риск перехода локальной болезни в метастатическую форму. Что не говори, но когда мы лечим наших пациентов после удаления регионарных лимфоузлов, потенциально мы понимаем, что это пациенты с метастатической болезнью. Для вот этих ранних стадий в принципе есть большая вероятность того, что использование одевантной терапии не позволит болезни перейти вот этот рубеж, не позволит ей стать метастатической. И поэтому именно для этой категории пациентов можно говорить о потенциально возможном излечении. Кроме того, поскольку это ранние стадии, в принципе можно предполагать, что здесь не потребуется такого агрессивного лечения, в частности использования комбинаций. То, что уже понятно, необходимо для поздней одевантной терапии. И длительность лечения может и не превышать год, а быть даже меньше. В то время как для поздней одевантной терапии нам понятно, что особенно для таргетной терапии года это явно мало. Нужна большая длительность лечения для поддержания эффекта. Токсичность мы уже достаточно хорошо понимаем и предвидим, с какими проблемами пациенты могут столкнуться при использовании в одевантных режимах и таргетной, и иммуно-онкологической терапии. Если говорить о иммуно-онкологической терапии, то действительно все-таки в большинстве случаев препараты, в частности антипиденте тела, достаточно хорошо переносятся пациентами. И мы видим, что серьезные нежелательные явления, связанные с этой терапией, испытывают порядка 10-14% пациентов. И лишь очень небольшой процент пациентов требует отмены терапии из-за развития нежелательных явлений. Тем не менее, особенности у иммунотерапии, безусловно, есть. И одной из них является то, что у небольшого количества пациентов, но мы можем встретиться с достаточно такими серьезными нежелательными явлениями, может быть, не представляющими непосредственной угрозы жизни, но, безусловно, влияющие на качество жизни и на, скажем, последующие годы, которые пациент потенциально проведет без проявлений болезни. Во-первых, это возможность развития нарушений со стороны щитовидной железы. Для пациента это сопровождается и снижением веса, и развитием слабости энергии. В очень небольшом проценте, менее 1%, но, тем не менее, у пациентов может развиться инсулинозависимый сахарный диабет, и это, безусловно, может влиять на негативную, на общую продолжительность жизни. У очень небольшого процента, но, тем не менее, могут развиться гипофизиты и адреналиты, которые также могут влиять негативно на продолжительность жизни, требовать постоянного приема гормонозаместительной терапии и, в общем, создавать определенные проблемы, в том числе и с фертильностью. Если говорить о комбинированной таргетной терапии, здесь частота непосредственных нежелательных явлений больше, чем у иммунотерапии, но все-таки чаще эти явления, как правило, разрешаются или на фоне отмены терапии, или на фоне снижения дозы. Таким образом, действительно, уже все больше пациентов со второй стадии, вернее, пациенты со второй стадии сегодня начинают включаться и в исследования с новыми препаратами. Это пока только первое исследование. Но вот хочу показать, что одним из таких исследований еще одна попытка использования пигелированного интерферона. Уже для потенциально чувствительных пациентов, только для пациентов с изъявленной первичной опухолью. Пока результатов у нас нет. Другое исследование с пембролизумабом, которое включает пациентов со второй БАЦ стадии. Тоже пока идет набор пациентов в это исследование. Результаты, конечно, будут нам очень интересны. Не только результаты самой адювантной терапии. Это первая часть исследования. Но и в ходе этого исследования будет решаться вторая очень важная задача. Задача – насколько сохранится чувствительность к антителам у пациентов после прогрессии на фоне этой терапии при использовании в адювантном режиме, поскольку в этом исследовании есть еще и вторая часть. Таким образом, совершенно очевидно, что пациенты и с ранними формами как минимум второй, а потенциально и первой стадии меланомы должны рассматриваться как кандидаты для получения адювантной терапии. Пока сегодня единственное, что мы все-таки можем предложить этим пациентам, это остаются препараты интерферона. А эффективность новых препаратов, конечно, должна быть доказана клиническими исследованиями. Еще раз хочу подчеркнуть, что именно при использовании адювантной терапии при этих локальных стадиях у нас есть высокая вероятность излечения болезни. Конечно, нужны и предсказательные маркеры эффективности, нужны предсказательные маркеры развития вот таких, скажем, серьезных нежелательных явлений, которые хоть и редко, но встречаются. У наших пациентов. Ну а результаты тех исследований, которые сегодня идут и которые в ближайшее время будут проходить, они, я уверена, дадут нам и новые возможности терапии меланомы у пациентов с локальными стадиями. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok